Всем привет! В этом видео мы разберем один из самых популярных кошельков для хранения криптовалюты под названием MetaMask и как им пользоваться. Кошелек поддерживается многими браузерами, включая Chrome и Firefox. Также существует мобильное приложение, которое вы можете использовать. В MetaMask имеется возможность поддержки различных сетей и переключения между ними. Об этом далее. Для установки переходим на официальный сайт metamask.io и устанавливаем расширение для браузера, которым мы будем пользоваться. В моем случае это Firefox. Нажимаю «Скачать сейчас». Нажимаю «Установка для Firefox» и нажимаю «Добавить Firefox». Еще раз нажимаю «Добавить». Отлично, MetaMask установлен. Нажимаем «Начало работы». Создаем новый кошелек. Нажимаем «Создать кошелек». Здесь на свое усмотрение решаете, будете ли передавать какие-либо данные кошельку MetaMask для того, чтобы они смогли улучшить свой сервис. Я нажму «Нет». Для нашего нового кошелька мы должны задать пароль. Задаете пароль и повторяете его. Ставим галочку «Прочитал условия использования» и нажимаем «Создать». Нажимаем «Далее». Для дальнейшего использования кошелька MetaMask нам потребуется эта фраза. Нужно ее сохранить в нескольких местах, записать на листочек или на флешку. Важно ее не потерять, иначе мы потеряем доступ к нашему кошельку. После того, как записали, нажимаем «Далее». Теперь, для того, чтобы проверить, верно ли мы записали фразу, нужно ее воспроизвести. Расположите данные слова в нужном порядке. Когда сделаете это, нажимаете «Подтвердить». Отлично. Приступаем к использованию. Рассмотрим главный экран кошелька MetaMask. Сейчас мы видим, что находимся в сети Ethereum Mainnet. И на счету мы имеем 0 эфиров. Давайте добавим в наш кошелек еще одну монету из сети Ethereum Mainnet. Переходим в CoinMarketCap, такой сайт. Листаем вниз. Как мы знаем, что USDTether находится как раз в сети Ethereum. Переходим по этой монетке. И здесь вы видите лису. Добавить монету в MetaMask. Нажимаете по ней. Здесь нажимаете «Добавить токен». Возвращаемся обратно на наш кошелек. И видим то, что добавился USDTether. Нажимаем «Добавить в MetaMask». Нажимаю «Добавить токен». Переходим на наш кошелек и смотрим, что теперь у нас появилась монета SHIBA. Отлично. Теперь у нас есть с вами три монеты, которыми мы сможем обмениваться в сети Ethereum. Теперь давайте добавим другую сеть. Например, Binance. Нажимаю «Добавить сеть». Здесь прямо в гугле ввожу «Binance NetaMask». Попадаем на официальный сайт биржи Binance. Листаем пониже. И заполняем нужные данные. И вот этот адрес. Нажимаю «Сохранить». Отлично. Теперь мы с вами находимся в сети Binance Smart Chain. И здесь мы можем сверху переключаться обратно на сеть эфира. Для добавления других сетей нужно воспользоваться каким-нибудь надежным сайтом. Например, сайтом OneInch. Здесь есть информация о сетях и как их добавить. Если что, ссылку оставлю в описании. Давайте добавлю сеть полигона. Отлично. Сеть полигона добавлена. Теперь давайте добавим в эту сеть какую-нибудь монету. Переходим в токены также на сайте CoinMarketCap. Например, мы хотим в сеть полигона добавить USDC. Нажимаем по нему. Здесь нажимаете «Мо». Листаете вниз. Видите, вот полигон. Нажимаете «Копировать адрес». Или нажимаете на лесу. Давайте сделаем «Копировать адрес». Здесь нажимаете «Импорт токенов». Сюда вставляете адрес, который мы только что скопировали. И нажимаете «Добавить пользовательский токен». Вот видите, что он уже его нашел. Он есть в базе и подсветился как USDC. Нажимаем «Импорт токенов». Возвращаюсь обратно на аккаунт. И вот видим то, что он отлично добавился. По поводу кошельков-переводов. Например, у вас есть кошелек. С левой стороны он пускай будет называться «Кошелек 1», который поддерживает сети Ethereum, Mainnet и, допустим, сеть Binance Smart Chain. И есть кошелек получателя. С правой стороны он поддерживает сеть Ethereum также. И пускай будет сеть Polygon. Но Binance сеть не поддерживает. В таком случае, если на вашем кошельке эфир находится в сети Ethereum, и вы переводите на кошелек 2 в сеть Ethereum, то проблем не будет. Если у вас эфир находится в сети Binance Smart Chain, и вы переводите на кошелек, который данную сеть не поддерживает, то тогда получатель не сможет воспользоваться переведенными деньгами. Рассмотрим способ пополнения кошелька MetaMask с ведущей биржей Binance. Если вы хотите поддержать данный YouTube-канал, то регистрируйтесь на этой бирже по ссылке в описании. Переводить буду монету эфир. Сюда ввожу адрес из нашего кошелька MetaMask. Вот копирую адрес. Выбираю сеть, в которую буду переводить. Прежде чем переводить на какой-либо кошелек в какой-либо сети, вы должны знать, поддерживается ли кошельком получателя данная сеть. Как вы помните, мы с вами добавили сеть Binance, а сеть Ethereum уже была в нашем кошельке MetaMask, и мы можем ими спокойно пользоваться. В сети Ethereum комиссии высокие, составляют на данный момент 624 рубля. В сети Binance только 20 рублей. Давайте воспользуемся сетью Binance. Выскакивает предупреждение, о котором я говорил ранее. Нажимаем, что мы уверены. Давайте переведем минимальную сумму для проверки. И нажимаю вывод. Жду, когда перевод поступит. Написано, что перевод завершен. Давайте перейдем к MetaMask. Обновимся. И видим то, что ничего у нас на балансе не изменилось. Почему так вышло? Во-первых, потому что сейчас у нас сеть Ethereum Mainnet. Как вы помните, мы переводили в сети Binance. Выбираю сеть Smart Chain. Смотрим, что так же ничего нет. Почему? Потому что у нас не добавлена монета ETH в данную сеть. Давайте ее добавим. Нажимаю импорт токенов. И сюда мы должны добавить адрес контракта эфира. Где его взять? У каждой сети есть свой обозреватель. Взять мы его можем оттуда. Если вы переводили через биржу, то там должен быть значок с ссылкой на эту сеть. На Binance он выглядит вот так вот. Мы попадаем на сайт обозревателя блокчейна Binance. И здесь мы сразу попадаем на кошелек. Если вас сразу не перекинуло, то вы должны скопировать кошелек из MetaMask. И вставить его в строку поиска. Теперь смотрим токены. Вот мы видим, что у нас есть эфир на балансе. И отсюда копируем адрес контракта. Еще раз нажимаю импорт токенов. Ввожу сюда адрес контракта. Остальные данные заполнились сами. И нажимаю добавить пользовательский токен. Импорт токенов. И мы видим, что на нашем балансе теперь отразился перевод, который мы сделали в эфире. Еще один способ добавить монету по контракту, это зайти на сайт CoinMarketCap. Здесь, например, нажать эфир. Здесь нажать больше информации. И здесь есть адреса контрактов для различных сетей. Вот можете, например, здесь скопировать для Binance Smart Chain. Теперь поговорим о том, как отправить вашу валюту. Перейдем на Ethereum Mainnet. Здесь мы видим слово ETH сверху. Переходим на Smart Chain. И здесь мы видим BNB. То есть это валюта, в которой с нас будут взимать комиссию. И если у нас нет этой валюты, то мы не сможем сделать перевод. Поэтому, прежде чем переводить из какой-либо сети, вы должны будете пополнить или BNB в нашем случае, или эфир в случае сети Ethereum Mainnet. Куплю нам немножко BNB. Покупаю. Теперь давайте переведем эти монеты BNB на наш Metamask кошелек. Сюда ввожу этот адрес нашего кошелька. Скопировал здесь. Сеть. BNB Smart Chain. Да, я уверен. И перевожу все BNB, которые у меня есть. Хотя давайте немного убавлю. Вот столько BNB я переведу. Нажимаем вывод. Нажимаю подтвердить. Прошла буквально минута, и средства зачислились на наш кошелек Metamask. Теперь мы с вами имеем BNB для оплаты комиссии, и можем перевести наши эфиры, например, обратно на ту же биржу, из которой мы их перевели. Нажимаю отправить ETH. Завожу эфир обратно на биржу. Вводимая криптовалюта эфир. Сеть Binance Smart Chain. BEP20. Копируем адрес. Вставляем. Здесь выбираю максимальную сумму перевода. Если вы планируете пользоваться данным адресом и в будущем, то можете занести его в адресную книгу. Сюда нажимаю добавить ник. И назову его MyBinance. Нажимаю сохранить. Все, перевожу деньги. Нажимаю подтвердить. Видим то, что с нашего адреса эфир ушел. Теперь написано 0 эфиров. И возвращаемся на биржу Binance. И видим то, что деньги успешно поступили на биржу. Как вы могли заметить, у нас с вами один адрес. То есть, что в Smart Chain на 513 заканчивается, что в сети Ethereum Mainnet. Давайте с вами для удобства, если вам это нужно, конечно, добавим еще один адрес. Нажимаем создать счет. Имя счета пускай будет называться счет 2. Нажимаем создать. Видимо, у нас с вами сформировался второй счет, на который вы также можете получать и отправлять криптовалюты. Если вы хотите использовать данный счет на каком-либо другом аккаунте, вы можете его сохранить. Сохранить с помощью закрытого ключа. Нажимаете реквизиты счета. Экспорт закрытого ключа. Тем самым вы сможете использовать свой счет, если потеряете доступ к основному аккаунту. Давайте сделаем резервную копию нашего нового счета. Нажимаем реквизиты счета. Экспорт закрытого ключа. Вводим сюда ваш пароль от MetaMask. Нажимаете подтвердить. И копируете данный закрытый ключ. В будущем он нам пригодится, если захотите восстановить счет на кошельке. Нажимаю выполнено. Ну а теперь представим, что мы хотим восстановить данный счет. И у нас к нему потерялся доступ. Но при этом есть все необходимые данные для этого. Та самая фраза, которую мы записывали с вами в начале видео. Вот я заново установил кошелек MetaMask. Нажимаем начало работы. И теперь нажимаем импорт кошелька. Указываем нашу фразу. И указываем новый пароль. Вот я ввел нашу секретную фразу. Нажимаю импорт. Видим то, что у нас ничего нет на счету. Все потому, что не добавлена сеть. Вот я добавил сеть так же, как мы делали это ранее. И мой баланс у меня отражен. Теперь давайте добавим заново наш счет. Нажимаю создать счет. Называется он счет 2. Нажимаю создать. Здесь вы можете обратить внимание, что счет 2 создался с тем же адресом, с которым у нас и до этого создавался счет 2. Иными словами, восстанавливая резервную копию кошелька, вы в том числе и восстанавливаете счет. Но если что-то пошло не так, можете его импортировать по закрытому ключу. Нажимаете импортировать счет. И вводите закрытый ключ, который мы с вами сохранили ранее. Если видео было вам интересно, ставьте лайк, нажимайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok